Художник Никита Шелтунов, вооружившись канцелярским ножом, кроит из бумаги паспарту. 20 сантиметров от полей скрип ножа и в руках мастера готовая одежда для акварели. Работа картинного кутерье это только один из этапов подготовки масштабной выставки картин. Автор работ ныне покойный отец Никиты Александр Шелтунов. Он задумал выставку к юбилею города еще при жизни. Сегодня завещание художника выполняют его сыновья. Каждая картина, как женщина, требует себе особого внимания. На этой работе ледоход, все внимание сконцентрировано на чайках. Но еще присутствует сюжет с фигурами и они немножко отдалены от зрителя. И чтобы хотелось смотреть вдаль, пришлось добавлять вот эту полоску воздушную. Кроме акварели, к выходу на публику готовятся масляные работы. Это произведение уже побывало во Франции, но Иркутск его еще не видел. Картина предстанет перед зрителем и в оригинале, и в мультимедийном варианте. Компьютер воссоздаст процесс наложения краски на холст. Это яркий образец позднего творчества Александра Шелтунова. Открытые цвета, предельная концентрация действия, смешение временных образов. На одном полотне кокетки 19 века и страстные женщины 20-го. Эта работа стала визитной карточкой экспозиции. Она и на афишах, и в художественном альбоме с неслучайным лиричным названием. Под шум дождя и музыку Равеля. Однажды в 80-х годах, когда у отца мастерская была в подвале, ее затопило. И он написал вот такой стих. Под шум дождя и музыку Равеля в подвал в болотных сапогах войдя. Писал войдя и прямо акварелью, нигде сухого места не найдя. И мы взяли первые строчки, то есть стихотворение, назвали ими альбом. И также у нас на выставке будет музыкальное оформление. Музыканты будут играть некоторые произведения Равеля. Открытие выставки намечено на 16 марта. Она приурочена к двум круглым датам. 350-летию Иркутска и 60-летнему юбилею Александра Шелтунова. Анастасия Зверькова, Николай Крупченко. Новости сейчас.